Добрый день! В эфире программа «Час писателя». Сегодня моим собеседником будет благочинный православных церквей Карачаева Черкесской Республики, метрофорный протеерей, отец Василий Афонин. Отец Василий Афонин, благочинный православных церквей Карачаева Черкесии, метрофорный протеерей, настоятель Покровской церкви города Черкеска. Отец Василий родился 14 января 1926 года в Орловской области. 16-летним юношей добровольно ушел на фронт. Дошел до Берлина. Младший лейтенант запаса, награжден орденами Красной Звезды, Отечественной войны, медалями за взятие Берлина, за освобождение Варшавы и другими. В 1954 году отец Василий окончил Ставропольскую духовную семинарию. В этом же году поступил в Московскую духовную академию. Отец Василий удостоен Святой Церковью ряда наград. Ордена Святого Князя Владимира, Ордена Сергея Родонежского, Ордена Святого Даниила Московского, Ордена Святого Марка. С благословения патриарх Алексия награжден высшей церковной наградой – служение Божественной Литургии при открытых царских вратах. Отец Василий – почетный гражданин города Черкеска. В 2001 году отец Василий был награжден Орденом Дружбы Народов Российской Федерации. Отец Василий Афонин – член Союза писателей Российской Федерации. Добрый день, отец Василий. Добрый день. Я благодарю вас за то, что вы нашли время и приехали сегодня к нам в студию. Спасибо. Даю вам Бог всего доброго, всего хорошего. Отец Василий, ваш первый литературный опыт состоялся на фронте? Кто дал первую оценку вашей поэзии? На фронте, конечно, даже и до фронта я как-то любил поэзию, любил стихи. Но на фронте так приходилось читать товарищам. А о том, чтобы среди писателей таких, которые тут дали поценку, такого не было. Сам вот так вот любил, товарищам читал. То есть ваши боевые товарищи? Я таким, да, читал там в армии. Ну, вот это вот любого у меня осталось. Ну, знаете, я чувствовал, что у меня уклон такой религиозный. И я просил Бога о том, чтобы Господь заглушил меня в это всё. Потому что я видел, что совсем другое у меня направление. Я боролся, просил Бога. Ну, вот не мог всё-таки заглушить это. А в связи вот с этим, когда перестройкой, вот перестройка когда началась, более, когда почувствовали свободу, я уже многим писал эти стихи. Помню, Солженицыну написал. Он это звал, с ним было. Горбачёву, когда он начал перестройку, тоже писал. Меня даже потом вызвали в Москву. Вот. И встретили там, ну, показывали там замечательные места, хорошие там и так далее. Ну, вот я так почувствовал, что может быть, что принесёт моя поэзия, лира моя, принесёт пользу. Главное, в религиозном плане. Главное, в духовном таком направлении. Я и любил всегда среди вот поэтов, которые именно говорят, что тобой. А поэзия связана с Богом? Да очень связана. Я находил, находил, что не может быть поэт, особенно гениальный, вот вы возьмите Гёта, например. Он говорит, что солнце лик, пускай затмится, лишь в душе сиял бы свет. В сердце нашем всё хранится, всё, чего и в мире нет. Это созвучно с Евангрием. Иисус Христос говорит, что в сердце ваше, в душе, Царство Божие. Или вот Владимир Соловьёв, также, философ, он говорит, милый друг, или ты не видишь. Всё, что видимое нами, только тени, только отблеск от незримого очами. И в самом деле, только тени, что мы видим. Ещё есть, как бы, ещё и другое. Пушкин. Не для житейского волнения, не для корысти, не для битв, мы рождены для вдохновения, для звуков сладких и молитв. Я видел, что такие, у Есенина очень много, я видел, что замечательные такие поэты, замечательная литература, классическая литература, она очень тесно связана с Богом. Уже не будем говорить о Достоевском, о Гоголе, я, возможно, потом там почитаю. Я видел, я, понимаете, я искал что-то такое религиозное. И для меня это было самое, самое высшее такое удовольствие. Я видел, что все выдающиеся такие личности, вот я говорю, поэты, да и учёных сколько. Вот Пирогов, например, мне понравилось, на всю жизнь запомнил. Я в том случае могу не веровать Бога, если я сойду с ума. С ума сойдёт человек. И другие вот такие вот учёные, композиторы, композиторы, Чайковский, дневник его, Джайковский. Там всё, всё с Богом связано. И вот, когда вот эти 70-летия вот такой атеизма у нас, который пропал, я видел, что тут что-то не то. Что-то не то. И, конечно, стихи вот этих гениальных таких людей, поэту, которые связаны с Богом, их нельзя было сравнить, эти стихи, с Демьяном Бедным, например, с Маяковским, которые были атеисты, без Бога. Их нельзя было сравнить. Вот поэтому меня тянуло вот это, что только ли что-то такое религию. И я не могу такое, что-то такое, такое светское как-то что-то такое написать. Нет, не вот религию. И вот, когда вот стало более свободное такое, я почувствовал такое боле влечение, я почувствовал, что нужно это. И многие отзывы вот написал вот эти вот книги и очень, ну, очень, очень много отзывов хороших. Да. Отец Василий, мне кажется, вот тех, кто прочитал вашу книгу «Религия и Пушкин», посвященную Дух Святой Плесию со дня его рождения, она не оставила равнодушным. Скажите, в какой мере на ваше творчество повлияла поэзия Пушкина? Глубочайшая. Я Пушкина почему-то любил всегда. Мне нравился вот этот музыкальный у него стих. И главное, глубина. и главное еще простота у Пушкина. И главное то, что у него много религиозных. Возьмите, у него даже Борис Годунов там написано и так далее, что он в рамках сюжет историка Карамзин, там даже о религии. Пушкин на меня очень подействовал своей религиозностью. Может быть, можно что-то прочитать? Сейчас у нас вот скоро пост будет через неделю. Пост. Через неделю пост. И вот, представляете, и там молитву мы читаем, одну и ту же молитву и кланяемся. Мы молимся и кланяемся, делаем поклоны. Так вот, не прошло мимо этого Пушкина. Он, видать, был не раз в церкви, и он молитву слышал эту молитву, и она ему очень нравится. И вот он пишет, Пушкин, «Отцы пустынники и жены непорочны, чтоб сердцем возлететь во области завочной, чтоб укреплять его средь дальних бурь и битв, сложили множество божественных молитв. Но ни одна из них меня не умиляет, как та, которую священник повторяет во дни печальные великого поста». Че чаще мне она приходит на уста и падшого крепить невидимую силой Владыка дней моих дух праздности унылой, любоначали змеи сокрытой сей, любоначали, все любят начали, любоначали, те, что желают над кем-то командовать, вверх брать. И вот он Пушкин говорит, любоначали змеи сокрытой сей, и празднословен не дай души моей, но дай мне зреть моей, о Боже, прегрешения, да брат мой от меня не приметь осуждения, и дух смирения, терпения, любви, и целомудрие мне сердце оживи. Батюшка, ну не все же знают, что у Пушкина были такие религиозные стихи. Конечно, запретно это было все, тема, запретно. А я, мне это радостно, я всегда искал этого, мне всегда это было радостно, когда я вижу, что вот такое, что-то связано с религией. да, вот вы задали, значит, Пушкин какой-то, значит, вот видите, он посещал храм не раз, он у нас именуется солнце поэзии, солнце поэзии, очень был, простой был такой, добрый такой, общительный был, как он священника любил, там это монастырь был рядом, и как он любил священника. После поста у нас бывает поминальное воскресенье. Люди на кладбище, ну, тот был там, тот там, все, все выходят, это по всей России все выходят на кладбище. Даже дороги закрывают, да? Даже дороги закрывают, милиция все выходит, да. И вот я нигде, ни одного поэта не читал, чтобы кто-то дозвался на это. Пушкин уже не пропустил. Какой его был, нет, такой орлиный взор, такой, как он все это был. Пушкин об отеческих гробах. Два чувства дивно, близки нам, в них обретает сердце пищу, любовь к родному пепелищу, любовь к отеческим гробам. На них основана от века по воле Бога самого самостояние человека залог величия его. Смотрите, залог величия его. Значит, похоронить как надо, все это, честью похоронить. Не так, как сейчас у нас, как-то, быстро, напьются там, еще кто-нибудь. Залог величия его. Самостояние человека, залог величия его. Животворящие святыни, казалось бы, гробы, а он, видите, животворящие святыни, земля была без них мертва, без них наш тесный мир, пустыни, душа, алтарь без божества. Божества. Душа, алтарь без божества. Человек должен быть истинно верующим, чтобы такое написать. Ну, такое. Чудо. Ну, как же, люди, солнце наше, религиозное. Пушкину на двухсотлетие о смерти его. Пушкин, Пушкин умирает. Гениальный наш поэт. И такой, как он, в России, в России лучше не было и нет. Все друзья его собрали, все его лучшие друзья. Все любили его, знали, не любить его нельзя. Был открытый и правдивый, честь и совесть всюду знал и поддерживал всех слабых, никого не унижал. Все собрались, всем хотелось очи глянуть, руки жать, как-то боль его уменьшить, что-то теплое сказать. Пушкин видел их в желаниях, всю любовь их понимал, но сейчас он лишь на Бога, лишь на Бог, лишь от Бога помощь дал. И хотел, чтобы священник, его тут же посетил, исповедовал пред Богом, все грехи его простил. Его просьбу, выполняя, и в ночной нашли покров, исповедовал он только на конюшне конюхов. Стар священник, безотказно зов Пушкина идет, и с собой дары Христовы для причастия несет. Предотцем Петром дороги расступилось, дали все. предотцем Петром дорога расступилась, дали все, и оставили их тут же, лишь вдвоем наедине. Долго дверь была закрыта, долго исповедь там шла, и лишь с Господу известно, какова она была. Наконец, священник вышел, лик его был весь в слезах, и та исповедь витала на его еще устах. первый раз я вот такое слышу исповедь честную, молвил Пушкиным друзьям, преклонил главу седую. Стар я, стар, но мне, поверьте, что свидетелем я был, кто грехи свои пред Богом все от юности открыл, кто во всем, во всем признался, как послушное дитя. за такое покаяние Бог простил, простил и я, что покаяться на старость он и сам бы так хотел, и как Пушкин все сердечно все грехи открыть сумел. И священник на прощание всех тепло благодарил, и что с радостью большую причащение совершил. Это Пушкин покаялся, да, перед смертью? Да. И вот мне тоже такое впечатление произвело, я вся написали. Да, да. Долго он его исповедовал, очень долго. Там сидели, ожидали Жуковский, Вяземский, другие там сидели, ожидали. И он долго. Потом он выходит и со слезами на глазах священника. Я вот сколько исповедовал, я таких людей еще не встречал, чтобы так открыто рассказали о своих грехах. Как он, как ребенок, как дитя открылся. Видел, он понимал, что он идет туда, в вечность идет. И он вышел оттуда, священник, со слезами на глазах. Трогливый, очень трогливый. Вот вам Пушкин. Отец Василий, ваша книга «Велиорадость» посвящена поездке в Иерусалим. Конечно, каждый православный верующий мечтает попасть на эту священную землю. Интересно узнать, что вам больше всего запомнилось, что вас поразило и как вот эта поездка повлияла на вас? Очень повлияло. Опять на религиозную сторону. Такое, что надо вот любить Бога, надо веровать в Бога. Когда я собирался ехать туда, вы представляете, у меня, оказывается, была температура большая, а матушка скрыла. И я поехал, и это все Богдан прошло, так я себе там чувствовал, все хорошо. много отзывов в моей книге. Я так решил, думаю, напишу, что вот на сердце, от избытка, у нас в Евангии сказано, от избытка сердца глаголят уста. Что на сердце у человека есть, то он на устах. Я когда посетил Иерусалим, вы понимаете, мне было, я там много плакал. Я описывал все это вот в этой книге. И знаете, и все-таки сделал такой вывод, что хорошо даже в Иерусалиме, вот в Израиле, сохраняют святые места. Это очень хорошо. Потому у нас вот святые места вот в России, когда 70 лет, где же в России не сохранили? Не сохранили. А там все сохранены. Я там видел и Руставели, грузинскую, поэту, знаете, вот такой, там это тоже ему там храм, память, честь его. Вот. Других видел, армянских, там армянскую церковь также видел. все сохранено. Это же прекрасно. Я старался там не только по святым местам поклониться, так, и так старался проехать по Иерусалиму в автобусе, на троллейбусе, там, посмотреть на народ. вот, так, мне очень там понравилась чистота, порядок такой, понимаете, и много, один мне юноша так понравился, как Давид, псалмопевец. У нас псалмопевец Давид, у меня тоже ему стихи есть, посвящено, которого, Пушкин его очень любил, и нет таких в мире, тот был полностью религиозный. У нас служба идет в церкви, много берется оттуда, в Пистофе. Я вот посмотрел один юноша, так он мне понравился, я несколько раз проехал, потом все на него смотрел. Ну, Давид, у меня представление как было какое-то. Внешне? Да, да. Все представления, которые у меня сложились вот с детства о Боге, о Матери Божьей, о Спасителе, я там все это так увидел. Вот поэтому, когда некоторые пытаются что-то такое нарисовать по-другому, или что-то такое сказать как-то что-то по-другому, в нашем народе православных людей уже сложились эти образы. И мы видим, когда если что-нибудь так нарисованы иконы, или что-то, кинофильм некоторые вот ставят, невозможно, что Иисус Христе как это может быть. Тогда сделайте такой, как уже у нас сложился образ на протяжении нескольких лет. И вот я там все это увидел, отвечал моим внутренним запросам таким. Я видел, что действительно это все, это как вот Евангелие написано, все по всем местам посетил, все открыто, никто, ничего там, пожалуйста, свободно и так далее. Ну и главное, главное, я старался написать вот то, что сердцем я почувствовал. и когда я написал вот это и еще потому, что думаю, никто-то, многие бывают в Иерусалиме не читал я такого. И вы знаете, я вот, ну, тоже вот, легко как-то мне писалось, и отрадно писалось, и быстро я как-то написал. И вот я когда подходил к гробу Господню, там послужил, причастился там, и на меня это также все так подплияло, что я, знаете, помню, отошел в сторонку так, и вот так вот закрылся, и так плакал, рыдал. А так подумал, некоторые там смотрят, что-то, или он пьяный, или он выпивший был, некоторые так могли так подумать. На меня потрясающе это все такое. И вот это, вот это вот такое впечатление, такое сильное, такое душевное переживание, но оно как-то и в книге это и отразилось. И многие из интеллигенции делали, делали, делали хорошие отзывы, но главное, простой народ, народ простой читает, и не по несколько раз, говорит, отец Василия, это читает, и подходит, и благодарят. Ну, я вот невольно написал тоже маленькое чуть-чуть, на благодарственные отзывы на мою книгу «Верие и радость». Какие ж отзывы нужны еще о книге о моей? Когда простые христиане, читая, радуются ей? Когда подходит и спасибо с волнением тихо говорят, и благодарных умиленных не в силах слез своих сдержать. И благодарных умиленных не в силах слез своих сдержать. За это Богу благодаря «Я для простых людей писал, а не для тех, кто высокоумным, учением светским, словоблудным, совсем неверующим стал». «Учением светским, словоблудным, совсем неверующим стал». Очень люди благодаря. Отец Василий, я знаю, что у вас много стихотворений, посвящений нашим местным поэтам, писателям. Скажите, из местных литераторов, чье творчество вам по душе? Ну, во-первых, мне хочется председателю Союза писателей нашей республики, Бекизовой, да, председателю Союза писателей, выразить большую благодарность о том, что она проявила заботу, что меня приняли в Союз писателей. Она увидела в моих произведениях какие-то крупицы, что-то нужное, хорошее. И мне кажется, самое главное, это она увидела, что религиозность, духовное возрождение людей, видать, и она сама так все-таки близка к Богу, и как председатель Союза писателей, конечно, нас заинтересована, она всегда выступает о том, чтобы у нас был мир здесь, в Карачаево, в Чекестве. И о том, чтобы между православной религией и мусульманством также не было бы вражды, и чтобы они не находили общий язык. Это очень это нужное, и это действительно, она в этом направлении много делает. Я слежу за поэтами, за писателями. Мне очень многие нравятся поэты-писатели. Опять нравится тем, что они затрагивают религиозную тему. Отец Василий, некоторые поэты говорят, что вот им пишется легко ночью. Некоторые поэты говорят, что лучшая пора для написания стихов – это осень. В какое время суток, в какое время года вы любите сочинять стихи? Когда вас чаще посещает вдохновение? Я люблю весну. Вот, например, у нас весной всегда Пасха бывает, Христос воскрес. И вновь Христос воскрес, воскрес. И вновь весна полна чудес. Вокруг везде сады цветут, и птицы радостно поют. И люди, чувствуя тепло, помолодели, ободрились. Просторно стало всем легко, как будто заново родились. Весь мир земной живет, живет, живет. отрадный гимн Творцу поет. И слышен гимн тот, до небес Христос воскрес, Христос воскрес. Весна. Мне очень нравится всегда весна. А в какое время суток любите точинять? Ну, май, месяц у нас, у нас троица вот бывает. О том, что вот ночью писать, я согласен, что в тишине это хорошо. Но я стараюсь, я опасаюсь, вы понимаете? Вот я, если, я помню, где-то Лев Толстой тоже говорил, что он всегда не на ночь не писал. Не стоит взять ручку, если вот ложусь спать и начинаю ее писать, понимаете? Идут мысли тогда. Я без конца стою, без конца свет этот включаю. Мысли идут, надо записать, надо записать. Вот я стараюсь лучше не трогать. как, знаете, вот печь вот такие вот есть, которые там плавит, правда, вот это, сталь, там, вот, ее потом очень трудно затушить. Так вот, если я ночную начинаю писать, вот ложиться спать, потом мне трудно потом думаю, нет, стараюсь не браться ни на ночь, чтобы вот так отдохнуть. А так все иногда бывает. В дороге иногда вот такое что-то понравилось. В беседу шли там. Иногда вот такое, особенно церковные темы. Вот идешь в церковь, праздник какой-то, вот такое, да. Хочется, хочется иногда вот такое, ну, выразить свои как бы душевные такие чувства, да. Отец Василий, вы человек с огромным жизненным опытом. Что вы можете пожелать тем, кто только вступает во взрослую жизнь? Найти Бога. Молитву. Молиться надо Богу. Вот я помню еще, вот я вам сказал уже, что я был, дошел до Германии, Берлин брал, и я не расставался с Лермонтовым. И вот Лермонтовым мне понравилось стихотворение, я его запомнил так на всю жизнь. Минуту жизни трудную Теснится в сердце грусть Одну молитву чудную Твержу я наизусть. Есть сила благодатная созвучия слов живых и дышит непонятная какая-то прелесть в них. С душе все время скатится, сомнения далеко и верится, и плачется, и так легко, легко после болезни. только лишь Бог нас может успокоить. Как вот маму, ребенок плачет, вот если мама, а когда мама его нашла, к груди своей прижала, он сразу мопает. Так и Господь. Он нас ищет, он милосердный, надо Бога найти, надо в Бога уверовать. Все совсем по-другому все будет. Мы бьемся, чтобы в школах преповедовать религии, в институтах, везде, чтобы преповедовать религии. Вот Путин, что-то такое у него также есть религиозное. Мне понравилось, знаете, у него крестик на шнурочке на простом. Он как-то купался там, и я увидел, что у него крестик, и мне даже есть тоже стихотворение там посвященное. Что-то у него-то есть, вот крестится, не стесняется. Некоторые боятся переступить порог церковный, боятся перекрестить, боятся, чтобы, мол, вдруг он станет верующим. Да не надо этого бояться. Надо, чтобы люди чувствовали перед собой всегда Бог. Вот что я желаю. Вот что нужно. Никуда мы от этого не уйдем. Рано или поздно, но с этого надо начинать. Только будет уже поздно, когда уже человек умирает, ну, тогда приглашают священника. Раньше это надо начать. Раньше надо начать. Читать больше Евангелие, Библию, мусульманам читать больше Коран надо свой читать, молиться также, мечеть надо ходить. С Бога надо начинать. Отец Василий, в нашей программе есть рубрика, которая называется «Автограф на память». Все наши гости в нашем памятном фотоальбоме расписываются и оставляют свои пожелания. Так что, пожалуйста, распишитесь. И вот здесь, да, или где? Так, вот здесь вот. Напишите пожелания, да. Ну, коротко, что-то. Желаешь им одного, найти Бога. Спасибо вам огромное. Я еще раз благодарю вас за участие в нашей программе и желаю вам самое главное здоровья. Я напоминаю, что нашим гостем сегодня был благочинный православных церквей Карачаева-Черкесской республики, член Союза писателей Российской Федерации, метрофорный протеерей, отец Василий Афонин. Всего доброго. До новых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok